Здравствуйте, меня зовут Анасу Аман. Я работаю сетевым консультантом в FTC. Во-первых, я благодарю вас за очень познавательную лекцию, которую вы провели в течение последнего часа. Я просто хочу задать один простой вопрос. Почему нужно следовать какой-либо религии? Потому что, как я понял из всех вед и Корана, и также услышав от вас, человек сам может делать добро другому человеку. И если мы можем сделать это, то почему мы должны следовать какой-либо религии? Спасибо. Брат задал очень хороший вопрос. Он спрашивает, почему человек должен следовать какой-либо религии, если он сам может делать добро другим? Брат, кто тебе скажет, что такое добро? Ты можешь быть добр к людям, но кто тебе скажет, что хорошо и что плохо? Религия в основе означает образ жизни. Когда ты растешь, кто-то учит тебя языку. Родители учат тебя, что хорошо и что плохо. Что такое здоровье и что такое болезнь. Когда ты болен, кому ты идешь? К врачу. Не так ли? Почему? Ну, потому что он знает, что лучше для меня. Правильно. Так же мы следуем религии, потому что мы знаем, что наш Создатель лучше знает, что хорошо и что плохо для нас. Ты идешь к врачу, потому что врач — это эксперт в лечении болезней. Но наш Создатель лучше из врачей. Всех врачей вместе взятых. У него больше знаний. Поэтому он говорит тебе с самого начала, что хорошо и что плохо для тебя. Иначе ты будешь как человек, который не умеет ходить. Он хромает и спотыкается. Он может пытаться найти что-то правильное и что-то неправильное. Но как он узнает это? К примеру, ты пошел в лес и нашел там ягоды. Если ты не знаешь, какие съедобные, ты можешь сорвать ядовитые ягоды и отравиться. Ты ведь предпочел бы спросить у кого-нибудь, какие ягоды съедобные, а какие нет. Если ты разумный, ты не будешь брать без разбору, потому что ты можешь отравиться. Поэтому ты спросишь человека, который разбирается в лесных растениях. Также мы следуем религии, потому что наш Создатель знает, что хорошо и что плохо для нас. Если ты будешь следовать своему понятию хорошего и плохого, не спрашивай никого, ты можешь ошибиться и, к примеру, сказать, что плохого в грабеже. Если я спрошу тебя, грабить это хорошо или плохо? Грабить это плохо. Почему это плохо? Если я граблю, у меня будут деньги. Я могу смотреть фильмы, и я могу пойти и поесть лучшую еду. И я могу наслаждаться жизнью. Почему это плохо? Ну, для меня это плохо, потому что я беру чужое для своего удовольствия. Но почему брать чужое богатство для своего удовольствия – это плохо? Что неправильного? Нет, я думаю, что все мы люди, мы братья. Мы все должны быть равны. Скажи мне, если я возьму твое богатство и буду наслаждаться им, это будет хорошо для меня. Почему это плохо? Это хорошо для вас, только в том случае, если вы... Но я хочу чего-нибудь хорошего для себя. Поэтому, если ты потеряешь деньги, как это причиняет мне вред? Как это плохо для меня? Дай мне одну логическую причину, почему грабить это плохо, и я перестану грабить. Только одну логическую причину. Почему грабить плохо, и я перестану грабить. Это хорошо для меня. Почему это плохо? Я имею в виду, грабить это хорошо для вас? Имею в виду, что все веды – это хорошо, если вы на правильном пути. Грабить это хорошо? Нет, нет. Если вы на правильном пути, это хорошо. Я задаю простой вопрос. Грабить хорошо или плохо? Ты сказал, что это плохо. Я задал вопрос. Назови мне одну логическую причину, почему грабить плохо, и я остановлюсь. Я логичный и научный человек. Логичный и научный. Дай мне одну вескую причину, почему грабить это плохо, и я перестану грабить. Со всей твоей логикой и наукой, какую бы причину ты не привел, ты не можешь доказать логически, что это плохо. Если ты скажешь, что кто-то меня грабит, я скажу, вокруг меня есть 10 телохранителей. Никто не может так грабить меня. Если ты скажешь, что полиция арестует меня, Я скажу, что они у меня в кармане, я влиятельный. Ты не можешь доказать, что грабить это плохо со всей твоей логикой. Но ты сможешь доказать, почему это плохо, только если вернешься к религии, которая говорит, даже если ты ограбишь и останешься безнаказанным в этом мире, в загробной жизни ты будешь наказан. Поэтому, если я не буду следовать религии, я могу быть пьяницей, я могу быть грабителем, и я могу быть насильником. Ты не сможешь логически доказать мне, почему насиловать плохо, и ты не сможешь доказать мне логически, почему грабить плохо. Ведь я наслаждаюсь. Логически ты не можешь. Конечно, ты можешь сказать, что человек чувствует боль. Но я скажу, какая мне разница. Я наслаждаюсь жизнью, что неправильного? Если я насилую девушку, я наслаждаюсь. Что неправильного? Ты не можешь доказать логически, что это плохо. Но ты можешь сказать мне, даже если ты останешься безнаказанным в этом мире, то в загробной жизни наш Бог, наш Создатель, обязательно покарает тебя и отправит в ад. Так что помимо веры в Бога, ты также должен верить в загробную жизнь. Например, Гитлер сжёг 6 миллионов евреев. Предположим, что ты поймал Гитлера. Какое справедливое наказание ты можешь ему дать? Логически ничего. Максимум, ты можешь убить его, правильно? А что насчёт остальных 5 миллионов 999 человек? В религии, в исламе, Аллах сказал в Коране, в Суре Аниса, глава 4, аят 56. Воистину, тех, которые не уверовали в наши знамения, мы сожжём в огне. Всякий раз, когда их кожа приготовится, мы заменим её другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Это значит, если всемогущий Бог захочет наказать Гитлера в загробном мире, он сможет сжечь его 6 миллионов раз. Здесь ты можешь убить его лишь раз. Ты не сможешь справедливо наказать его. Так что справедливое наказание придёт в загробном мире, не в этом. Поэтому, в основном, чтобы быть хорошим человеком, ты должен верить в религию. Ты должен определить, кто наш истинный Бог. И какова истинная религия. И кто определяет, что хорошо и что плохо для людей. Тогда ты будешь на прямом пути. Надеюсь, что ответил на твой вопрос. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Я хотел бы порекомендовать вам очень хороший ютуб-канал под названием «Поистине». На нём наши братья делают хороший политический анализ. Обозревают и делают комментарии на важные события. И также у них есть своя новостная лента. Братья и сёстры, давайте вместе поможем их каналу развиться. И в этом, иншаллах, будет благо для нашей умы. Прошу, подпишитесь на канал «Поистине». Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии. Продолжение следует... Продолжение следует...